Вечер добрый! Слушайте вы свое радио, как обычно, надеюсь, и с понедельника по пятницу, с 8 до 10, в студии своего радио, в программе «Живые» появляются живые люди, живые музыканты. Музыканты, с которыми мы вас знакомим с удовольствием и радостью. Сегодня вот тот самый случай, когда, я могу сказать, эти молодые люди далеко пойдут. Но прежде чем мы познакомимся, прежде чем я представлю каждого из них поименно, их немного, четверо всего, поэтому эта процедура займет немного времени, они сделают музыкальную заявку для того, чтобы вы понимали, останетесь вы с нами на 2 часа или пойдете заниматься своими делами. Тем более, сегодня футбол, я понимаю, что это могут быть, естественно, отвлекающие моменты, но очень рассчитываю на ваше полноценное внимание. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кстати, по-русски вообще не поёте? Ничего. Нет-нет, это я не к тому, что я требую. В душе. А что в душе тогда поёшь по-русски? Мурка, ты мой мурёвич. Да нет, на самом деле я иногда ещё собираюсь с друзьями попеть, квартетом. Мы там снова по-русски поём. А что поёте-то? Гершвина. Ну, всякая разница. Гершвина по-русски? Или Моцарта не по-русски. Гершвина по-русски. Есть Гершвина по-русски. И Моцарта тоже по-русски? И Моцарт есть по-русски. Почти всё есть по-русски, на самом деле. А спой, пожалуйста. Что, например? Гершвина. Гершвина? Да. Но я могу. Но это будет не так интересно. Нет, это будет очень интересно. Я тебе точно говорю. Вам поведать я хочу о беде своей. Я вздыхаю, я грущу. Я не сплю ночей. Где спасенье мне искать? Как вернуть покой? Мог бы я счастливым стать Подле вас одной. Так будьте добры, Спасите меня. Спасите меня скорей. Вот так вот. Браво. Финал мне понравился очень. Вот так вот. Я понимаю, вопрос в другом. Вопрос в том, как ты это душевно делаешь. Вот Аня Петрова пишет. Первый раз слышу группу. Боже, ребята, какие вы светлые. Какая красивая песня. Сейчас я иду после ужасного дня. И как-то спокойно стало хорошо. Посмотрел на небо. А в Питере звезды. И у меня внутри атмосфера космоса. Аж прослезилось. Спасибо вам. Спасибо. Ну, мне кажется, это очень хороший отзыв. Более того, честный, открытый. Насколько я знаю, вы выступаете еще со струнным квартетом. Да. Обычно или иногда? Ну, раньше мы выступали достаточно часто. То есть скрипок здесь не хватает? Со струнным квартетом. Да. А чего сейчас не получается? Не, на самом деле получается. Просто очень сложно возить. У нас же не только в Петербурге концерты. И там девочки в основном, да? В квартете. Нет, там было два мальчика и две девочки. Ну, с мальчиками проще. С девчонками вечная проблема. То красится не вовремя, то у нее настроение не то. Нет, у нас, кстати, девочки были мировые. Но они и есть. Ну, я верю. С ними было мыс... На самом деле один раз, по-моему, да? Буквально один раз мы выбрались. Вывезли мы на фестиваль всю банду. И было отлично. Мы две недели здесь жили. Как раз с одной из девочек, с Вовой. И было все замечательно, нормально. Прозвучало это, конечно. Ну, в смысле, да, я понял. 19-го у нас планируется очень большой концерт. С симфоническим оркестром мы будем в Петербурге выступать. С симфоническим оркестром. А что за оркестр? Ну, очень долго это все готовили. Что за оркестр? В процессе подготовки. Оркестр... У нас есть замечательный друг наш, дирижер Егор Федоров. Он сам еще учится в консерватории на композиторском. И вот мы вместе как-то общими силами, по большему счету, его силами, собрали оркестр из учащихся. Блестяще. Вот. И будет это все в эрарте. Должно быть все здорово, потому что... Блестяще. Слушай, чем дальше, чем глубже в лес, тем партизаны толще. Я сейчас смотрю на них и понимаю, что у нас сегодня ярчайшее событие в эфире за последнее время. Что-нибудь давайте еще споем, закроем этот час, уйдем на паузу, подышим спокойно. Fine Your Own. Что еще раз? Я, ребята, просто Fine Your Own песню. Как всегда, живой звук в программе живые. Запоминайте название коллектива. Ошибочка вышла, да. Friend to the End называется песня. Ну, хорошо, пусть так. Группа Маленин из Санкт-Петербурга. Поехали? Поехали. Санкт-Петербурга. Поехали. Поехали. ИНТРИГУЮЩИЛЯНСКИ Субтитры сделал DimaTorzok Please don't hang your head in sorrow Close your eyes and try to sleep And let other sounds set burning down I never traded seriously But it not because to me you're the same I never traded seriously But it not because to me you're the same I never traded seriously 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 Well, let's move on to the next I'm going to tell you today I'm going to tell you a group of Sankt Petersburg I'm going to tell you a group of Sankt Petersburg I'm going to tell you a group of Sankt Petersburg I'm going to tell you a little Well, I'll tell you a little Well, in general, yeah Well, it's good There's a group of Sankt Petersburg I'll tell you a little bit after which you can play After the pause, it was a very long I like a new love I like a new music I'm not a good guy in the style of KKZ KKZ, 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 KKZ поподробнее кровь кишки забой а а дальше а что еще тебе дальше к козы дальше просто же не очень понятен механизм механизм чего ну вообще вот кровь кишки забой ну вот примерно так приблизительно но может быть может быть чуть мягче конечно но где-то где-то очень близко к этому давай-ка дальше что это будет дальше какая песня следующая писать лонли как всегда же вызвать программе живые маленькие сегодня поехали нормально почему не поплыла немножко до битерка окошко было открыто давай давай а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот видишь как угадывается значит От Максима Васильева вопрос Так даже несколько Какие планы на будущее? Сейчас все хорошо, а потом Изменится голос почему-то Не знаю куда уже Изменится тебе 25? Да Уже не сломается уже Изменится голос, изменится мировоззрение Изменится многое, что дальше? Или группа живет сегодняшним днем? Спрашивает Максим Васильев Есть какие-то размышления на предмет будущего? Ну Сложно сказать Вообще Может быть это Странным покажется Но Это очень Вообще Это дело большого случая Вообще Музыкальная именно карьера Если об этом речь Это да Хорошо, что это ты понимаешь Да И В этом Ну вообще Исходя из этого Лучше жить сегодняшним днем Плыть по течению Но это не значит Что нужно сидеть на попе ровно Ничего не делать Не записывать новое что-то Не устраивать концерты Мы что-то стараемся Делать Вот сделали Ну еще пока не сделали Концерт с оркестром А дальше посмотрим Ну Пока только выступления планируются Каких-то таких Еще Прямо На мой взгляд Супер интересных вещей Кроме как с оркестром У нас не планируется То есть мы играем На усадьбе джаз Ну это очень классный фестиваль Очень хорошие компашки В этом играете Вот И мы играем в Москве И в Питере Причем И потом 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 И потом Ну пока точного ничего нет Ну концерты есть какие-то В ближайшее время Кроме усадьбы джаз Да Вот мы собственно Завтра уедем в Новгород В Нижний Потом в Обнинск А потом в Москве 15 числа будет концерт В театре-мастерская 15-е Ты имеешь в виду что? 15-е марта Марта? Это когда же вы успеете так-то Обернуться за три дня? Раз-раз и в дамках Тудым-судым Три города за три дня Замечательно Замечательно, круто Вами занимается Как я понимаю Ян Чудит, да? Ну этот человек уважаемый И знает она качественную музыку Понимает ее Ценит И на самом деле Очень здорово Что развивает вас Это круто И действительно Мне кажется Что вы в хороших руках Будем надеяться Будем надеяться Что вы получите свое развитие Заслуженное развитие Мне бы лично Это очень Очень хотелось бы Значит Данил Меньшков Спрашивает вас Вот о чем Можно ребятам вопрос Они придерживаются Каким-нибудь движением Ведущие Здоровый образ жизни Ведете? Веганы Целенаправленно Вот нет Ни одного вегетарианца Ни одного вегана Нет Или веган Как это правильно называется? Один человек курит В принципе Все Все пьющие Если можно так сказать Но не Умеренно Умеренно Да Я Редко И по-малу Кто-то хорошо И по-малу Компенсируя Твое редко И по-малу Но все Бывает Ничего страшного Главное Чтобы это не мешало Работе В общем Никаких специальных По этому поводу Путей себе не убирали Ну и ладно На ответ дан И хорошо Тут вот какой-то тоже был вопрос Но я его потерял Ладно Потом Если найду Озвучу Давай дальше Что это будет? Да Следующий пение называется Вот их Как всегда живой звук В программе живые Напоминаю Сегодня здесь группа Маленин Из Санкт-Петербурга Поехали Да Все будет Надеюсь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Наверняка есть такие мысли, такое желание! Это же нормально для творческого человека желать, чтобы знало его как можно больше народу! Но вы же понимаете, что эта музыка не очень коммерческая! Да! Да! И все равно, если это не останавливает! Это совершенно не мешает! Нет? Никаких угрызений на этот счет нет! Да вообще, должно быть угрызений! Не, ну... Я сейчас немножко о другом! Развиваться! Развиваться! Как развиваться? Ну, не обязательно же развиваться в коммерческую сторону! Ну, а жить на что? Жить на что? Я сейчас, конечно, провоцирую, потому что... Ну, понятно, да! Аудитория понимает прекрасно, что мыслить я могу иначе! Ну, просто мне интересен ваш подход! Жить на что? Не, не обязательно играть на стадионах, чтобы хватало на жить на самом деле! Ну, в общем, в принципе, не обязательно, конечно! Ну, хорошо бы играть в клубах, чтобы хотя бы 100 человек приходило! Ну, да, но у нас где-то так и выходит сейчас! Вы собираете по 100 человек уже? Ну, да! Реально? Ну, да! Ну, не меньше, по-моему, 70 сейчас, да! Ну, в общем, это хороший результат! Да, через три года существования коллектива 100 человек в зале – это уже успех! Это реально! Ну, такая ситуация нынче! Сейчас на концерты ходят как-то не очень! Вот люди... Особенно сейчас, да! Особенно, да! Особенно теперь, так тем более, да! Как-то люди уже, наверное, привыкли к тому, что музыку можно качать, слушать где угодно и на концерт ходить не обязательно! Хотя энергетика концерта совершенно иная! Безусловно! Ну, в общем, в принципе, я так понимаю, что пока мыслей идти в сторону коммерции никаких! Ну, в сторону чистой точно! Значит, вы свои! Значит, вы по адресу! Значит, вы на той радиостанции, где и должны были находиться! Кстати, пластиночки привезли! А если бы я сказал, что мы в сторону коммерции будем двигаться, вы бы нас выгнали? Нет, не выгнал бы, но терпел бы вас, скрипел зубами до конца эфира! Да, мы хотели как раз презентовать! Замечательно! Спасибо большое! Давай сюда! Давай сюда, я подержу-ка эту пластиночку! Это, я так понимаю, вторая, да? Да! Вторая, а как первая называлась? Первая называлась Cape of Good Hope! А эта? А эта называется Шангрила! А, Шангрила, да! Кто писал этот шрифт? Чей? Шрифт это нам писала наша подруга из Москвы! Сложно читаемый! Ну, в принципе, когда знаешь, что написано, уже понимаешь! Кстати, песни отсюда тоже звучат! Да, конечно! Я вижу, что они здесь есть! Отлично! Теперь у нас есть тоже пластиночка! Значит, что в ротацию вы вполне можете оказаться! Ну, по крайней мере, сейчас, чтобы как-то не обнадеживать, я говорю, вполне можете оказаться! Ладно, ладно, безусловно, окажетесь, потому что музыку вы делаете действительно замечательно! Какие-то фестивали еще были у вас, кроме того, что было уже указано? Да! Какие? Фестиваль Форума был! Где это? Это на Красной Пресне, в парке, там было несколько сцен, довольно-таки здорово было! Был фестиваль в Калуге, я вот забыл, как он назывался, честно скажу! Это организовывал Институт Стрелка, есть такой! Вот! Потом был, опять же, в Москве Double Play фестиваль, вроде... Астеролия это! Сама-сама, да, Астеролия в Петербурге был! Так! Я мог забыть! Так! Ну, в общем, немного пока что! Ну вот, да, это пока что! Немного! Нужны фестивали, мне кажется! Я сейчас даже не к вам, а к Чудит больше обращаюсь! Нужны фестивали! Есть некая заявка на Джаз Коктебель! Угу! Это круто! На август, но это пока так! Но в планах есть? В планах есть! Это очень хорошо! Это очень здорово! Туда, кстати, огромное количество народу раньше как минимум ездило! Будем надеяться, что сейчас тоже поедут люди посмотреть, послушать! Так! Давайте-ка, наверное, дальше петь будем! Пока время уходит! Жалко просто! А что будет дальше? Следующая песня называется «Twenty One and Two» Тихо и спокойно! Тихо и спокойно! Сказал он после громких полутора часов, проведенных в этой студии! Как всегда, живой звук в программе «Живые»! Здесь сегодня группа Малинин! Поехали! 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 Бофе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 21 и 2 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ask me once again Whoa-oh, whoa-oh Whoa-oh, whoa-oh Whoa-oh, whoa-oh Whoa-oh, whoa-oh Watching dusty traces on the floor Fading crazy creatures on the door guitar solo And I'll see you next time 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 А тут три года и проблем никаких нет Это серьезно Наверное, повезло Ты хотел сказать Вы в Москве-то сейчас чего делаете, скажи мне? На радио приехали Специально? Своё радио называется, да Серьезно, есть такая радиостанция, да, любимые очень Но вы приехали специально на эфир То есть я-то думал, что у вас концерт какой-то в Москве Вот завтра у нас... Нет, мы просто приехали сюда, поскольку отсюда ближе до Нижнего Новгорода Вот так и говорят На радио, на радио, я же поверю сейчас Понятно, что отсюда ближе в Новгород вахнуть уже будет Ближайшим путем Что касаемо, ну, вот той самой истории с симфоническим оркестром Я еще расскажу об этом немножко Это будет только в Питере? Хотелось бы, чтобы нет Потому что достаточно странно, да, делать на один раз такой проект Понятно А писаться это будет как-то? Да, мы хотели сделать съемку качественную Записать звук и это издать потом Возможно, даже как какой-то фильм Перемежающийся к каким-то интервью, может быть Еще чем-то Это было бы интересно, потому что я, честно говоря, понимаю Может быть, я окажусь сейчас плохим пророком Но по мне так вы вот в этом обрамлении В симфооркестре звучать будете гораздо более глубоко Ну, то есть еще более пробирающе По мне так не хватает действительно струнных А, кстати, кто придумал концепцию звучания? Ты? Ну, наверное, получается, что студийного я Абсолютно точно Ну, я имею в виду струнный квартет, например Кто придумал? Потому что вот то, что ты делаешь вокалом С бэк-вокалом Со всем вашим звучанием Вот действительно струнных малюха не хватает Вот лично мне Есть такое ощущение, что Чего-то вот чутка не достает, как говорят, да? Концепция твоя? Придумка вся эта твоя? Струнные, да Ну, это здорово тогда Что могу сказать? У нас многие люди опытные Многоопытные музыканты К такого рода вещам И на Западе тоже, кстати, приходят уже с годами А ты это понял вот сразу Это же клево У нас еще всякие классные штуки Типа гулкиншпили и пианики Ну, я это заметил Это вот привнесено как раз Это вот концертное звучание Какое? Концертное звучание Концертное звучание То есть то, что привносят ребята как раз Гармошка А что касаемо аранжировок Давай-ка вот об этом тоже подтолкуем Понятно, что аранжировки делаете вы все вместе Концертные, да Но это никто не знает Нет, знают все Не, ну в том плане, что ты не расписываешь партии Они сами себе придумывают то, что они говорят В этом как раз будет Такая небольшая сложность в работе В репетициях с оркестром как раз Потому что надо будет переводить с птичьего на... Ну ничего, я думаю, что они схватят легко Там профессиональные люди работают Они-то да, да Что-что? Ну, они-то схватят А вам-то чего переживать? Пусть они подыгрывают Они аккомпаниаторы в данном случае Все хорошо будет Да я абсолютно в этом убежден Все будет не просто хорошо, а замечательно Абсолютно в этом никак не сомневаюсь Приезжайте Спасибо большое за предложение Это когда еще раз? 19 апреля Это какой день? Это воскресенье Соблазнительно Если это воскресенье, то это соблазнительно В будни, конечно же, нет возможности А по выходным... А черт, а почему нет? Уже тепло будет ведь в апреле-то Дай бог в Питере погода с хорошей сложится С солнышком Ладно, надо подумать Спасибо Интересное предложение Давайте дальше попоем Что это будет? Это будет песня, которая называется Changing Stations Все? Все Я думал, дальше будет продолжаться что-то Как всегда, живой звук Программа «Живые» Здесь сегодня Маленин Поехали Репетиция оркестра сейчас у нас Маленька «Живые» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ну а так неожиданно и губная гармонь появилась здесь Как-то так круто Кстати, здорово, что экспериментируете с огромным количеством инструментов Это, мне кажется, очень хороший показатель Это же весело Это мало того, что весело Это профессионально Вы не циклитесь на чем-то одном Это замечательно Вот Сергей Малявин, например, вот что написал Слышу впервые, к сожалению, сегодня урывками Мне нравится Даже несмотря на английский Я мало слушаю западные музыки Но слушаю в основном независимую музыку Индия, даже не рок И, по-моему, сегодняшние гости Прекрасно вписывают в число хороших инди-музыкантов Без всякой скидки на то, что они наши соотечественники Вот тебе, пожалуйста Это еще одно подтверждение того, что звучите вы хорошо Так это по-европейски вовсе не колхозно по-русски Как это бывает, когда люди пытаются петь по-английски Вообще прикольно, весело Хоть я и не понимаю, о чем они поют Не знаю языка Но прикольно, нравится Алексей Масленников написал В общем, в принципе, сегодня я не обнаружил пока что Ни одного такого критического выстрела Который был бы направлен на то, чтобы обидеть Не то, чтобы обидеть, а как-то так сказать Не мое, я слушать не буду Кстати, что касаемо увлечения определенным образом Помимо музыки, что-то же еще есть в этой жизни Кино, театр, литература Ну, у каждого свое Ну, давайте, рассказывайте Интересно Интересно, чем увлекаются молодые люди, играющие крутую, по-настоящему серьезную музыку Я с собой режиссуром увлекаюсь Очень люблю это занятие Ну, хорошо, для кого ты это делаешь? Для себя, для коллектива или так, по заказу? Для заказа делаю, для рекламы, для много для чего А для рекламы где? Для какой в смысле? Ну да, где, на телевидении, на радио Для разной Делал недавно для компании Intel Для Макдональдса То есть ты сводишь? Для Intel даже два раза, да И сочиняю иногда Какие интересные грани, да, скрывается Это касательно как раз заработка Intel серьезная компания Я понимаю, почему для них Это лучше, чем для чебуречной на углу Понятное дело, что это дороже несколько Они тоже заказывают Но ты работаешь на дому? На дому работаешь или в студии? Да У меня дома проект студия Вообще, если... Ну, как сессионный зуборежиссер Серега Горев заинтересовался Смотри, у него тоже своя студия есть Какая? Сейчас, сейчас Вы потом поговорите Кстати, сегодня на звуке Сергей Горев Очень рекомендую сказать ему Спасибо за звучание в эфире Кто еще чем увлекается? Ребята, давайте к микрофону Дико интересно Ну, помимо музыки Я, например, большой фанат Это Владимир Да, Владимир Большой фанат стендап-комедии Так Стараюсь следить за этим Такое вот увлечение Но не нашей Ну, не нашей, да, естественно Западной? Ну, в основном, да То есть ты сидишь и следишь за стендап-комедиями? Да, причем вот Кстати, недавно мы были на радио Таком модном радио Оно так и называется Модное радио И там как раз у нас брал интервью Сергей Фадеев Который большой деятель В плане Внесения культуры Стендапа В Россию И вот интересно было Потом крайне с ним пообщаться Переводят и возят Ирландских комиков Всегда в том числе Вот скоро будет А почему ты сказал Нет, естественно Не нашей стендап-комедии Чем, собственно Они, по-твоему, отличаются От западных? Корни там Корни, понятно Так и музыка тоже, в общем Которую вы играете Корнями не здесь На секундочку В Африке она всякая Ну, в том и дело Все мы оттуда рули Я, наверное, просто так С горяча сказал Нет, конечно Наверное, что-то есть хорошее Просто мне не попадалось У нас Понятно Хорошее увлечение Согласен Андрей Будь добр К микрофончику Ну, мне по профессии Приходится много Увлекаться театром Вот мы совсем скоро Выпустим концертную Программу Эстрадную Буду там петь Танцевать Изображать собачек Что-то еще Почему собачек И что-то еще? Ну, потому что Когда актера спрашивают Что он умеет Он говорит, что он актер Его в первую очередь Просят изобразить собачку Почему-то Животное, да Чаще всего животное Я это помню По своему институту Это было очень увлекательно Зебру А чем зебра Отличаются особо от коня Да вот попробуй Изобразить зебру Вы показывали зебру? Да Покажите Ты-то что? Сейчас не смогу уже Я не в той форме нынче У меня круп не такой Как раньше Зебры разные бывают Зебры разные бывают Понятно Поэтому и не хочу сейчас уже Это как-то и время терять Не хочется Я тебе скажу Самое увлекательное Было для меня верблюд Ладно зебру Вот верблюда показать Да еще так Плеваться Не, ну зачем обязательно Это штамп Ну да Это штамп А вот театральных людей От штампов учат отходить На самом деле Надо искать новые пути свои Хорошее увлечение Куда тебе деваться У тебя профессия такая Кто остался? Кирилл? А я работаю Спасибо большое До свидания Слушаюсь, работаю Где работаешь? Давай Ну вообще я работаю дизайнером На производстве сувенирной продукции Но я тоже занимаюсь Сукрежиссурой для себя Подожди, подожди Дизайнер сувенирной продукции Ну да То есть ты разрабатываешь Дизайн сувенирной продукции Я делаю макеты Которые отправляются на фабрики И там штампуются огромные А что-нибудь из того Что ты сделал Мы можем где-нибудь увидеть Например? Да, конечно На всех вокзалах Даже в других городах На всех вокзалах Это что имеешь в виду? По КВМ на метро, например? Нет Нет Я имею в виду Всякие магнитики Ложечки И прочую ерунду Которую В каждом городе Где мы бываем Мы стараемся купить Значок Кирилл А я покупаю Только не те Которые я сделал Потому что видите И что их так много Вы покупаете Так много, да? Много сделала В нескольких городах Мы видели точно В Калуге Его дизайны Значки В Калуге В Казани В Нижнем Скорее всего В Москве Конечно Так скромно Сказал он Не, ну это круто Это же круто Что у нас здесь Оказывается Очень известные люди Находятся в этой студии Знаете Люди скрытого фронта Так называемые Обычно дизайнеров Которые разрабатывают Всякие интересные штуки Мало кто видит Я, например Очень сильно удивился Когда узнал Что для Лексусов И для всяких разных Японских автомобилей Дизайн делает наш товарищ По фамилии Пирожков Уже много лет В России Никому И для Тойоты Никому не пригодился В России Автовазу Ж он не нужен А внутренний дизайн Вот именно внутренний дизайн Я сейчас говорю Не о внешнем Внутренний дизайн Этих дорогих автомобилей Разрабатывает наш Российский дизайнер Когда я об этом узнал Мне стало гордо на душе С музыкой происходят Похожие вещи иногда Да Так и так Всякие заставки для Windows Которые Брайан И написал Угу 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 Да Так и есть Так и есть Я бы, например, был рад услышать Что-нибудь компьютерное Которое ты напишешь Например И когда мне скажут Это вот Антон Малинин Ооо Да конечно Мы знакомы Я гордиться этим Что дальше будем петь Дальше будем петь песни Как называется Summer Как всегда Живой звук В программе живые Напомню здесь сегодня Группа Малинин Из Санкт-Петербурга Так Что мы Все хорошо Нет, я понимаю Что все хорошо Но что-то случилось Поехали Нормально Можно Погнать Санкт-Петербурга Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну неважно, чей он Это бас нашего замечательного ударника Кирилла Это корейский бас Ну вот, ты говоришь, ты играл в корейской группе А бас-то корейский откуда у вас в коллективе тогда взял? Бас-то Кирилла, да Неважно Форма классическая, называется ИБ-1 Электробас Делает обычный гибсон, это копия, но копия замечательная То есть копия корейская? На сервис не китайская, а корейская? Год Удивительно Но звучит он просто Ну 68-й, пойди проверь Ну в общем да, кто будет догадываться, кто догадается проверять? А теперь скажи мне, пожалуйста, как называется вот эта вот штуковина, в которую ты дул? Потому что когда она легла на стол, я решил, что это, знаете, как бывает, мундштук под сигаретом Уже был Да, ну очень похожий Что такое? Эта штука, это американский народный инструмент, используется в блюзе, в каком-то джазе Это называется козу У нас альтернатива это расческа Да, да, да Музыкальная Смешная история здесь была Да, мы всем всегда рассказываем смешную историю про козу Давайте ее расскажет Вова Не подожди, сейчас Вова расскажет, ты покажи, как на ней играешь, потому что ты даже руками не прикасаешься к ней За счет чего она меняет тогда тональность? Там внутри находится мембранка Из тонкой папиросной бумаги И когда мы в нее, ни в коем случае в нее не надо дуть, в нее надо петь И когда ты поешь какие-то нотки, она колеблется и начинается вот такой вот звук Понятно Теперь я понял, потому что он воткнул себе ее в рот, эту штуку И я думаю, так, а как он будет играть-то, если он... В нее нормально звучит, меняет тональность Какую-то историю должен был Вова рассказать Вова, ну иди расскажи, раз уж тебя уже сдали уже, давай Что за это? Ну, самая история довольно забавная И все из-за того, что созвучно с одним животным, да, козу Ну, с каким? Козел ты имеешь в виду? Ну, с козой, да И была история, когда я ехал в маршрутке И я как раз забрал у Антона его козу и сломал И я сидел, да, и говорил по мобильному телефону И с ним говорил, ну, я сломал твою козу В общем, я привезу тебе новую козу, а я ехал как раз в деревню Да, я сел на нее и сломал В общем, привезу тебе новую железную козу и смотрели на меня Ну, с такими круглыми глазами Так, какого цвета? Синюю или зеленую? Козу? Ну, да Я понимаю, таксист всю ночь потом не спал, я думаю Если он, ну, сейчас все умеют пользоваться интернетом Наверняка искал железную зеленую козу Для того, чтобы как-то так успокоить свою нервную систему Значит, Денис Журавлев вот что пишет Вот что-то никак не втянусь Ни тяжело, ни задорно Так еще и непонятно о чем Хотя слышно, что грамотно играют красиво, голоса приятные Но не по мне, вот, пожалуйста Да-да-да, вот, пожалуйста История, которую я все ждал Кто-нибудь начнет что-нибудь высказывать против Пожалуйста, есть и такие высказывания тоже Не-не-не, подожди, еще мы успеем, не переживай Мы успеем Значит, наконец-то понял, точнее вспомнил Пишет Александр Сазанов Что меня так ненавязчиво, но настойчиво цепляет Такое облегченное кантри Чем цепляет? В одном из последних, очень полюбившихся мне фильмов Дикая основным саундтреком звучит очень похожая музыка Кстати, для фильмов нет пока еще? Ничего? Не писали саундтреков? Специально нет, берут готовое Куда брали готовое? Был некий сериал на Первом канале Я не помню, как он назывался, честно говоря То есть в этом сериале звучала ваша музыка? Да И сейчас вот на СТС вышел сериал Как называется? Сейчас я вспомню Опять не помню Хорошо, что помнишь канал Мне хочется сказать «Папаши на вынос», но он не так называется А «Папаши на вынос», «Папаши на вынос», точно «Папаши на вынос», да И там ваше молоко опять же звучит Слушайте, ну, я вам скажу так Для трех лет существования вы уже многого чего добились Даже, как кажется, больше, чем можно было бы Больше, чем принято, больше, чем обычно Здесь короткометражка еще Еще? Две Все Значит, вы добились совсем невозможного практически Мало того, что не одна короткометражка, а же две короткометражки Это катастрофично Сейчас как вам завидуют молодые музыканты, я вам скажу Те, кто не умеет делать настолько качественную музыку Но очень чувствуют себя талантливыми Понимаешь, какая штука? Завидуют смертно-смертно Пора петь Что это будет? Это будет песня, которая называется Story Все? Да Хорошо Как всегда, живой звук, программа «Живый» Здесь сегодня Малинин Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 У каждого, опять же, там свои есть рецепты Кто-то, я уж не знаю, уезжает на ГОА Проводит три месяца в уединении Потом приезжает и бах-бах Целый альбом за полчаса практически Как ты настраиваешь себя на творческий лад? Я, как ни странно, не задумался почти об этом То есть он само собой? Практически так Ну, если сейчас так, на вскидку, то мне кажется, что, наверное, другой музыкой подпитываюсь. То есть ты слушаешь другую музыку? Да. И она тебя питает? Думаю, да. А что за музыка тогда, кроме классики? Очень-очень разная. Насколько разная? Ну, не знаю, и старую, и новую, и рок, и поп, и фоу. То есть ты тоже меломан? Наверное. Ты не делишь музыку на жанры? Это просто хорошая, плохая. Потому что здесь есть вопросы от человека, правда, не подписался человек на СМС-портале 46-47. А с кем бы вы хотели выступить или записаться из современных, а дальше уже не существующих групп, но лучше современных? Есть ли такие группы, с которыми хотелось бы вместе сработать? В этом плане, вот вы вначале говорили, что у нас так есть нечто общее, но вот пересечений таких стопроцентных музыкальных, их крайне мало. На самом деле. Мы на последнем интервью сказали, что наверное, это Джексон Си Франк, потому что он нравится хотя бы четверым. А так, опять же, у каждого свои какие-то, я думаю. То есть российских групп вы упоминать не будете? Ни с кем из российских коллективов вместе песен петь не хотите? А, БГ. Но мы, возможно, с ним сыграем, возможно. А, да? Ну, на одной сцене, не вместе. В общем, я всегда говорю, что цель должна быть настолько большой, чтобы фиг промокнуться. Всего куда-нибудь попадешь. Ну, в общем, цель спеть вместе с БГ — это крутая цель. А он-то об этом знает вообще? Да нет, я думаю. Может, он и кает сейчас? Не знаю. Ну, кроме БГ, никого больше, наверное, в голову не приходит, я так понимаю. Ну, опять же, это индивидуально. Можно как-то модельно задать. Конечно, конечно, индивидуально. Мне нравится «Белая гвардия» группа, например, очень сильно. Нормальный жанр. Да, я люблю Зою Ященко. Это, наверное, я единственный из здесь собравшихся. Вот, например. А как это коррелирует, пардон, с твоим творчеством? То есть вообще никак. Это, по-моему, совершенно полярные вещи. А как это сочетать? Ну, это может быть нечто неосязаемое, какие-то флюиды, не знаю, что-то такое. Маленина «Белая гвардия». Ну, это... Хорошо. Финские «Белогвардийцы», короче. Спрашивали про русское, вот, например, пришло в голову. Ну, понятно. Знаете так, у нас все равно в любом случае еще одна песня будет с вами, поэтому чуточку еще поболтаем. Есть еще один момент, который мне хотелось бы сегодня коротко, если хотя бы коротко затронуть. Вот смотри, придет время, а я абсолютно в этом убежден, когда группу будут приглашать на телевидение. Есть масса всяких разных... Ну, не масса, но как минимум кое-что есть сейчас на телевидении, куда музыканты любят пойти хотя бы одну песню спеть, чтобы засветиться на большом экране. Вот есть такие конкурсы всяческие, типа «Голос», типа «Большая сцена». Ты не думал о том, чтобы вот таким образом завоевать аудиторию? Пытаться? Ну, на мой взгляд, это окольный путь такой. Ну, какой бы ни был. Нет, не было. Не было. Часто говорят «Да давай, до чего ты». А, да предлагают все-таки такую историю. Ну, нет, ну, там на уровне друзей, знакомых. Ну, как-то... Нет? Хочешь таким путем идти прямым своим? Мне кажется, что это несколько, да, странная дорожка. Но это чисто мое мнение. Окей, спорить не буду. Ну что, надо заканчивать уже, к сожалению. В качестве анонса сообщаю, что завтра в живых группа «Каспий». Это русскоязычная музыка. Радуйтесь тех, кто любит музыку по-русски. Совершенно другого состава и качества. Но не менее интересная, между прочим, группа, чем сегодняшние наши гости. Чем закончите программу, ребятки? Мы закончим. Мы сейчас как раз решаем. Или «Рейнсонг», или «ВРВА». Давайте голосовать. «Рейнсонг». «Рейнсонг». Руки. «ВРВА». В общем, либо то, либо другое. Какие? Спасибо, что были у нас. Ребят, дай вам Бог успехов больших, творческих и человеческих. Нет, давайте «Рейнсонг». В общем, мы хотели видеть вас в будущем большими звездами российской сцены и даже, наверное, мировой. Почему бы нет? Сейчас времена такие, когда можно. Спасибо, что были у нас. Поехали. Всем пока, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok